Внимание! Мощный старт и ровный бег по дистанции. Герой забега в спринтерских номинациях Михаил Ницук. Спортсмен выступал на сложной дистанции в 400 метров. В решающем забеге подобрал правильный темп. Резво пробежал первую часть и сохранил скорость на финише. Праздновал двойной успех. Впервые опередил своего основного соперника Станислава Сукова. И установил личный рекорд 51,33 секунды. В этот раз я распределил правильные силы, стартанул достаточно быстро. И было с кем бежать. Конкуренция была достаточно высокая. И в этот раз у меня получилось не зажаться и добежать до конца. Мощное соперничество в спринте на 60 метров. В споре мужчин золото выиграл Виталий Тиссон. Опытный бегун из Полтавского района вернулся на дорожку после трехлетнего перерыва. Пробежал за 7,06. Сенсационно опередил победителя чемпионата Сибирского федерального округа Сергея Дорошенко. В состязании девушек блеснула Алина Леонова. Призер всероссийских соревнований в беге на 200 и 400 метров решила попробовать силы в коротком спринте. Результат превзошел ожидания. Алина пробежала 60 метров за 8,07 секунды. Довольна, что у меня получился хороший старт. Я смогла ускориться. И потом еще получилось поймать хорошую энергию и победила. В споре юниоров победил Данил Косолапов. 16-летний призер первенства федерального округа выиграл спринт с большим отрывом. Отработал важные моменты перед первенством России. Нюансы у меня были, что первые 30 метров дорабатываю, остальные сбрасываю. Тут вроде получилось. Старт еще плохо сделал. На России, думаю, получше будет. Два хороших результата на финише соревнования. В прыжках в длину отличился Дмитрий Малеев. В лучшей попытке спортсмен приземлился на отметке 6 метров и 74 сантиметра. В беге на полторы тысячи метров победил Александр Работницкий. Один из лидеров российской паралимпийской команды восстановился после травмы. Выиграл с достойным результатом. 3 минуты 59,76 секунды. Понравилось мне начало бега. С первых метров сразу пошел. Чувствовалась комфортность. Ноги свободно себя вели. Где-то тысячи метров я пробежал. Не чувствовал в себе скованности. Все хорошо преодолевалось. Чуть-так маленечко. Последний метр меня вставило. Ноги уже стали вяленькие. Будем работать, стараться. Все спортсмены, отличившиеся в соревнованиях, представят наш регион в чемпионате и первенстве России. Финальные старты пройдут в конце января и в феврале в разных городах России. Владимир Истомин, Максим Мартынов, Антенна 7.